Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого. И это выпуск «Мнение дилетанта», посвящённый протестам в России, которые прошли 12 июля. Слово в том, что меня уже достали в комментариях, в чате, к стримам. То есть я уже людей банил просто за это. Потому что приходили, Лёша, что ты думаешь по поводу протестов в России? Не важно, что я не из России, не важно, что в этих протестах не участвовал. И по-хорошему отношения у меня к ним неоднозначны. Ну, раз вы хотите услышать, давайте я вам скажу. Ну, кто внезапно пропустил? 12 июня был День России, и оппозиция во главе с Навальным вывозила людей во многих городах на улице. Много людей задержано, арестовано. Сам Навальный, допустим, на 30 суток сел. Вы знаете, эти митинги очень было странно смотреть. В сети, потом в видео, по телевизору. Уж извините, ну там показывают всякие Евроньюз. Хотя я не знаю, показывали российские каналы итоги. Потому что это не протест. По мне это выглядело как понарываться. Дело в том, что когда ты выходишь протестовать, по-моему, ты, ну, как бы, выходишь. В смысле о том, что ты сопротивляешься государству. Ты ему как-то противишься. А у нас, ну, ладно, у вас, у вас в России, в Беларуси, в принципе, все то же самое. Такое ощущение, что люди вышли для того, чтобы их свинтили и посадили в автозаке, отвезли в тюрьму. И выписали им административный протест, административный арест какой-то, да, штраф. Вы, если вы ходите на протест, то вы протестовать именно против того произвола, который происходит. Почему вообще митинги происходят? Потому что власть не слышит обычные, нормальные, мирные призывы людей что-то менять. Дело в том, что в России демократия не работает. У нас в России почему-то считают, что демократия – это просто власть большинства и все. Большинство проголосовало за Путина, значит, он прав, а все остальные, кто не голосовали за Путина, они враги. То есть не только, не просто они правы, а враги. Такая активация врага в стране, да. И те, кто высказывают какие-то мысли, чтобы государство двигалось в какую-то другую сторону, они автоматически враги. Их слушать не надо, им надо хамить в прямом эфире. Опять же, после этого была прямая трансляция ответов Путина. Он там всячески куражился и хамил людям. По моему мнению, это просто некрасиво так, когда ты глава государства, общаться. Хотя кто я такой, чтобы ему замечания делать? Демократия – это про то, что люди могут через голосование показать свое отношение к тому, что происходит в стране. И делегировать полномочия по управлению этой страны людям, которые идут в политику. То есть то, что за Путина большинство проголосовало, то, что за Единую Россию большинство проголосовало, это не значит, что они могут делать все, что угодно. Они должны прислушиваться к другим людям. А когда к людям не прислушиваются, они выходят на митинги. Но дело в том, что и митинги у нас проходят, по-моему, знаете, вот ощущение не для того, чтобы скорее показать, что ты чем-то недоволен, а такой экстремальный отдых, что ли. Хипстеры. Причем, обратите внимание, во-первых, митинги очень помолодели. То есть там, ну, грубо говоря, такая шкалота. То есть выходят люди, которые, собственно, всю свою жизнь прожили при власти Путина. Там, 17-20 лет они других и не видели никогда. Выходят. И при этом, вот я обратил внимание, вот эти видео, там кого-то задерживают. И вокруг толпа людей это все снимает на видео, фоточки делает. Мне это вообще всегда было странно, вот даже когда ты на концерт приходишь, толпа народа снимает, как человек выступает. Так, получайте удовольствие. Вы должны запомнить этот момент. Что, вот я действительно тоже как-то снимал на видео какие-то свои концерты, что я хоть раз их пересмотрел. Нет, ни разу вообще. Ни разу это видео я не смотрел в принципе. А здесь люди на протест. Вы должны прийти, показать, что вам, вот вы против чего-то там выступаете. Вы сопротивляетесь власти. Нет. Ура, тут кого-то забирают. Давайте это снимем на видео, разместим в социальных сетях, наберем лайки. Вот, знаете, такое ощущение, что эти митинги скорее были для того, чтобы у вас был повод о чем-то написать в социальных сетях, а не для того, чтобы изменить жизнь как-то. Вот это реально такое развлечение молодых хипстеров. Протест превратился вот в такое. Как это вообще заодно... Блин, вообще, сам факт, что власть указывает, где проводить митинги, вот это... Вот у нас тоже в Беларуси есть. У нас покажет, говорит, вы митинги в Минске можете только на площади Бангалор проводить. Например, Бангалор это город по братьям Минска. Вот только на этой площади, там парк дружбы народов. В парке дружбы народов митинг на площади Бангалор. Пожалуйста, что это вообще за бред? Митинг, он про то, что где ты хочешь, там не управляешь. Общественные места у нас везде. У нас там несанкционированный митинг. Как вообще митинг можно санкционировать? Это протест. Я понимаю, что, конечно, не стоит там нападать на людей, но у нас все это, вот эти все запреты и несанкционированные митинги идут под лозунгом того, что эти митингующие будут людям мешать. Ничего себе! То есть людям что-то мешает в их жизни, они выходят митинговать, и они начинают другим людям мешать. Они выходят митинговать в общественные места. Это площади, это общественное место. Сидеть там на гармошке играть, имеешь полное право. Митинговать при этом, имеешь полное право. Плакат какой-нибудь поставить. Даже кучу навалить, но правда за это получишь административный штраф. Действительно, нельзя пачкать наши площади. Но вот это несанкционированные митинги, и люди на это ведутся. Подают какие-то прошения в мэрии. Можно мы вот такого-то числа вот там-то проведем митинг? Что это вообще за бред такой? В принципе. И кто-то может сказать, что вот это мое видео, это призывы к свержению власти, там, насильственному сопротивлению. Да нет, абсолютно нет, потому что я на митинги не хожу в принципе вообще. То есть это когда-то в молодости было дело в Беларуси. Я просто посмотрел, как там всякие профессиональные оппозиционеры не разгоняют, как-то сказать, заводят народ своими кричалками. То есть это из разряда того же шоу в принципе. Вот когда настанет время, что люди будут, как у нас, как и было с тунеядцем, декрет тунеядцев, когда люди от безысходности выходили на митинг действительно, тогда, видимо, это что-то даст. А пока в России это выглядит как представление хипстеров о том, как провести выходные весело, потом всем рассказывать, вешать фоточки ВКонтакте и так далее. Это ничего общего ни с митингом, ни с протестом, ни к попытке изменить ситуацию в стране не имеет абсолютно. Вы меня можете спросить, а что тогда делать вообще? Как? Блин, ехал, записывал видео, записывал видео, оказалось, у меня микрофон нифига не записывает, не включил запись. Надеюсь, ту часть видео первую будет хоть что-то слышно благодаря планшетику. Он, конечно, похуже записывает, но надеюсь, что будет нормально. Так вот, если вы идете, если вы хотите именно митинговать, в первую очередь, то вы должны готовы быть ударить в ответ. То есть вы должны сопротивляться произволу, когда вам мешает там милиция что-то делать. То есть иначе это не протест, а какая-то, знаете, изображая жертву, как в этом знаменитом фильме, где монолог прокурора, я вас нифига не понимаю, вот этот. То есть вот эти митинги, они действительно изображают жертву. Все шли с полной уверенностью, что их будут винтить. И, собственно, а зачем? Зачем вот это тогда? Для кого? Показать для Запада, что у нас разгоняют митинги? Так ему это зачем? У него ничего не изменится, никакое мнение. Показать у нас в стране, так у нас часть населения считает, что так и надо поступать, что надо так и забирать людей. А вот если вы будете как-то сопротивляться, то хотя бы как минимум люди, которые вас захватывают, вот так с вами поступают, подумают прежде, чем сами такое делать. Начнем с этого. А так это не митинг протеста, это выйти потусить в парке, блин, с друзьяшками, с дружочками-пирожочками. А другой вариант это просто какой-то, вот знаете, как итальянская забастовка есть. Просто начинать не выходить на работу, плохо работать. Но это должна быть координированная акция. Это вот эти лидеры оппозиции должны устраивать. А пока для лидеров оппозиции важно вот такой визуальный протест, чтобы людей полиция хватала, понимаете, и сажала в тюрьму. Это просто более лучше продается, если так уж сказать. Но никак это не связано с изменением политической жизни в стране. То есть это не заставит тех людей, которые находятся у власти, к этому протесту прислушиваться вообще, обращать на него внимание. По поводу же вот такой огромной забастовки в стране, то есть хотя бы, если бы хотя бы, не знаю, одна восьмая людей действительно не вышла на работу, то есть они подготавливают, закупают вперед еду, да, подготавливаются и хотя бы месяц не работают, показывая свой протест против того, что происходит. Это могло бы сработать, но это очень тяжелая работа в плане донесения до людей такой мысли, как мне кажется. Вот этим заниматься никто не будет и никто не захочет. Проще вот выходить по согласованным датам. Да, вот сейчас им, типа, никто не давал оборудование для сцены, они такие психанули, поэтому мы не будем ни на проспекте Сахарова, а на Тверской. Так это постоянно надо так делать. Это вообще не согласовывать, никакие митинги их проводить надо, да, не мешая там движению машин, возможно. Хотя, опять же, вспомните, когда были проблемы у шахтеров в 90-х, они и перекрывали движение, и касками стучали. То есть вы должны быть готовы, что будут какие-то проблемы. А если вы не готовы к этому, значит, вам и не нужен этот протест, вам не нужен милиционер, значит, у вас все хорошо, если уж так говорить, как мне кажется. А пока это выглядит, как такой перформанс милиционеров с протестующими. Одни вышли позадерживать, другие поизображать жертву. И ничего не меняется. И потом, через несколько дней, глава государства с улыбкой на лице выступает в прямом эфире на телевидении. В общем, вот мое отношение к митингам, к протестам в России вот такое. То есть действительно протесты, это то, что происходит, произошло на Украине, например, на Майдане, когда там и оранжевая революция и прочее. И другой вопрос, привело ли это к хорошему или к плохому, это другой вопрос, это не надо обсуждать. Но протест, если это протест, то это вот такой протест. В общем, на этом все. Мы видели и слышали Лешу Халецкого. Ваше мнение жду в комментариях. И надеюсь, вы уже на стримах и в комментариях к игровым видео не будете упоминать этот вопрос. Окей, все, всем пока.